Несколько вещей я бы хотел сказать. Первое, я хотел бы покаяться по своему прошлогоднему прогнозу, когда мы встречались на выставке «Рынсалон», мы рассказывали о своих ожиданиях рынка. У нас были определенные виды, как может вырасти рынок, у нас были определенные оценки, они строились на вполне понятных источниках финансирования. Мы сделали прогноз, оценок, что рынок может вырасти на 50% по сравнению с 2013 годом по сравнению с 2012. Однако рынок не вырос, рынок упал. И здесь вопрос, почему. Самый главный факт, я бы сказал, почему рынок упал, это ВТО. Причем ВТО не из-за того, что на наш рынок клынула дешевая сельхозпродукция или сельхозмашина. Такой тенденции вы не видели, чтобы на наш рынок что-то дешевое обрушилось. Основная проблема заключается у нас самих, и она касается первого банковского финансирования, то есть полных стройников, которые мы рассчитывали на 2013 год, что финансирование сохранится и что будут доступны кредиты. То есть по-прежнему мы будем получать, хотя бы вы стоите, как мы получали в 13 недорогу, он не оправдался. Банки, исходя из того, что мы уступаем в ВТО, заняли выжидательную позицию, отмариновались сельхозпредприятия и по срочному кредитованию, и по инвестиционным кредитам. Не понимая того, что будет происходить с рынком, будет ли он обрушен в дешевой сельхозпродукции или сельхозмашинами, банки заняли выжидательную позицию и занимали ее достаточно долго, практически до июня месяца. Большинство сельхозпредприятий не получило кредиты, ни как косрочные, ни инвестиционные. И долг пропущено, весь иеровой усерд, очень много вещей, которые мы потеряли в этом году по крещению того, что неопределенности рынка. Второй момент, на который мы серьезно грешим, который тоже так же связан с ВТО, это государственная поддержка. Оно касается в основном субсидирования. Мы основывали свой прогноз на том, что государства и государственные органы заявляют, что в 2013 году поддержка как минимум не сократится по сравнению с 2012 годом. Однако, делается прогноз, мы на этом и основывались. Однако, выступление ВТО показало трудную способность сельхоза к тому, чтобы вырубить правила игры по субсидиям. И как вы знаете, что правила игры по субсидиям, они более или менее определились к апрелю месяцу, и то они определились более или менее, потом они еще 10 раз менялись. Ну а в апреле все знают, те, кто занимается сельхоза к машинам, и все сделки обычно совершаются до 20. А мы в конце апреля, в 20 числах, только получили какие-то концепты к тому, как нужно распределяться с субсидиям. В результате сельхоза к предприятиям многие, опять же, побоялись. Многие пройти кредиты, кто-то побоялся, кому-то не дали, кто-то не использовал свои возможности. В результате возможности государственной поддержки сельхоза к предприятиям, они серьезно сократились. Не были использованы в 2012 году. Ну и третий момент, на который мы также рассчитывали на 2013 году, это то, что количество инвестиционных программ как минимум не сократится в 2013 году по сравнению с 2012. Однако проекты тоже сократились достаточно серьезно. Инвесторы также заняли выжидательную позицию. Очень много инвесторов, иностранные инвесторы, которые работают и в зерновых, и в технических культурах, и которые работают в жерноводстве, как на птицах, свинина. Здесь систему тоже так заняли выжидательную позицию и решили смотреть, что будет происходить. В результате три вот этих источника нам дали такой серьезный проволок на нашего ЦИФА, на нашей оценке, в 2013 году. Что мы ожидаем на следующий год? Ну, скажем так, сейчас я уже боюсь даже зарекаться, но то, что будет лучше, чем в этом году, я не сомневаюсь. Но насколько будет лучше, я думаю, что незначительно. Какие нам тенденции можно ждать на следующий год? По государственному финансированию есть определенные, как бы, уже по субсидиям, хоть какие-то концепты. По инвестиционным программам все будет очень сложно. Тут озвучивалось несколько вещей о том, что у нас будут провалы по Сибири, по Волжью. Я не сказал, не только Сибирь, по Волжью. У нас провалилась полностью нечерноземная класса России. Единственное, где мы получаем реальный прирост, где есть рентабельность и действительно интерес, это однозначно и в России, и в центральной черноземной районе. Все остальные у нас низкая рентабельность, соответственно, сокращение интереса нет инвестиционных программ. В то же время растет большое количество инвестиционных предложений. В этом году рынок отреагировал очень ярко, и вы можете наблюдать, что огромное количество всехозпредприятий, руководителей всехозпредприятий хотят продать свой бизнес. Особенно касается нечерноземной полосы России, по Волжью и Урала. Огромное количество появилось хороших, повторных предложений. И это будет бороться с тенденцией очень серьезно. Многие хотят продать, вопрос, кто будет. К сожалению, можно сказать о том, что как профильные, так и непрофильные инвесторы, они имеют сейчас свободных денег, и вроде бы как интерес есть, но никто не хочет брать. Потому что вопрос не в том, что взять, а вопрос, сколько будет стоить, сколько это восстановить. Это как бы вот такая вот оценка 2012-2013, точнее, 2013-го года, и наши видимые годы 2014-го. То, что касается, а как жить дальше? Здесь я согласен, думаю, с Константином Анатольевичем, вопрос один. Чтобы мы хорошо продавали, чтобы вы хорошо продавали, вопрос один, а сколько будет рентабельно все свои хозяйства? Общее и простое производство. Сейчас в той ситуации, в которой мы находимся, оно по большому счету рентабельно и в России, там, где низкий рынок спыта по экспорту зерна. Более низкая маржа, соответственно, центральный чернозерный округ. Плюс там есть хорошая маржа по техническим культурам. Все остальные же, извините, проседают достаточно серьезно. Рентабельность находится на уровне тех субсидий, которые дается государству. Если субсидий нет, рентабельности нет, мы теряем площади, мы теряем поселки, мы теряем селу, мы теряем людей. И как это будет, пока все сложно. Мы готовы, мы с удовольствием, готовы биться за то, чтобы наше сельскохозяйственное производство было рентабельным. Понятно, как пример, цена является неизменной. Самая главная наша задача биться за то, чтобы снизить сельскохозяйственное производство. Сельскохозяйственное производство колоссальное. Я думаю, что сельскохозяйственное производство от многих сдержек должно быть действительно освобождено и может быть снижено. Для этого есть вообще понятные пути, понятные решения, которые надо толкать, наверное, вместе. Мы готовы, поэтому, если мы не будем все это делать вместе, нам, слуха, кстати, на Анатолича, наверное, в порядке в платье налог на весь этот процесс. Поэтому мы готовы принять участие, мы готовы биться. Потому что иначе нам всем придет, к нам все вместе со всеми сельскохозяйственными сельскохозяйственными в нашей России. Поэтому биться нам надо всем, если мы хотим дальше производить, продавать. И мы хотим, чтобы наша страна стала действительно могучей грамотой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова